Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, Отец Назарий. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Первая глава, первый стих книги Бытия. Некоторые святые отцы толкуют это место Священного Писания как сотворение мира горнего, мира духовного, мира невидимого и как сотворение мира материального и земного. Согласно православному вероучению, мир духовный населяют бестелесные духи, которых мы называем ангелами. И ангелы принимают участие не только в жизни мира духовного, но и в жизни каждого человека. Упоминания о них мы неоднократно находим в Священном Писании, где они так или иначе участвуют в жизни человека. И вот о ангелах хотелось бы поговорить с сегодняшним нашим гостям, клирикам храма в честь Сретения Господня города Самары, отцом Павлом Куренковым. Отец Павел, здравствуйте. Здравствуйте, отец Назарий. Благодарю вас за приглашение. Мы сегодня с вами, дорогие братья и сестры, должны поговорить о святых ангелов. Мы с вами знаем, что ангелы, как и все, что находится вокруг нас, что мы с вами знаем и что мы с вами не знаем, сотворено все Богом. Мы с вами должны понимать, что единственной константой в мире является Бог. Он полностью абсолютен, полностью непознаваем, полностью неопределяем. И нет ничто, что могло бы его ограничить. Он является источником всех благ, и им все сотворено. И вот Бог творит невидимый мир и творит видимый мир. И даже в символе веры мы с вами находим об этом, о нашем православном вероучении. И вот Бог сотворил святых ангелов. Само слово ангел переводится на наш русский язык как слово вестник, что он означает вестник, посланник. И созвучные слова этому понятия, как Евангелие, которая основная книга нашей веры православной, четверо Евангелия, Евангелие, Евлага, Ангелы с Благовестием. То есть полностью, если говорить Евангелие, переводится как слово Благовестие. Книга об Иисусе Христе. И вот мы с вами говорим о святых ангелах. Они сотворены Богом как суть служебные духи. И об этом нам свидетельствует наше православное вероучение. Мы с вами знаем, что Бог, как источник всех благ, источник всего благого и хорошего, Он не мог сотворить зло. Он сотворил все свое творение благим. И все творение должно было наслаждаться общением с Ним. И вот Бог творит ангелов. И ангелы становятся те, кто служит Ему. Они исполняют Его божественную волю. Мы с вами знаем, Бог творит человека. И человек, он тоже пребывает в общении с Богом и с общением с ангелами. Так случилось, что мы с вами все равно, когда говорим об ангелах невольно, все равно говорим о грехопадении человека. Поскольку мы с вами знаем, что начало грехопадения произошло в ангельском мире. И один из ангелов, святоносный, Деница, он возгордился и отпал от Бога. Его жизнь, она изменилась. Если до этого бытие ангельское, это вечное служение Творцу, вечное пребывание Его в божественной славе. Ведь слава ангелов, она не сама по себе, а слава через Бога. И вот, имея ангельские свойства, об них мы тоже должны немножечко рассказать, что ангелы, они бестелесные, но это все тоже относительно. Если мы говорим о Боге, то Бог, он полностью бестелесен. Но когда мы говорим об человеке, говорим мы о человеке, когда мы говорим об ангелов по отношению к человеку, то у них есть некое такое тело, которое хоть и бестелесно, но по отношению к Богу оно имеет определенную телесность, определенную такую какую-то эфирность. Вот. И это, как говорится, свойство бытия ангелов. И вот Дениса, он, отпав от Бога, захотев себе такого же служения, подобного Богу, он изменяется. Опять мы с вами затрагиваем тот момент, что изначально в мире не было зла. Зло появляется как то, какая-либо личность, будь то человек, будь то ангел, противится воле Божией. То есть мы должны понимать, что нет второго альтернативного добра, есть только добро, которое побивает в Боге. И, соответственно, если человек или ангел противится воле Божией, он автоматически творит зло. И, воспротивившись Богу, Дениса, он, отпав от Бога, он изменяется, и все его ангельские свойства, любовь к Богу, все изменяется в противоположную сторону. И, конечно же, мы с вами знаем, что одним из любимых творений Богом, человек, он становится целью для Денисы, поскольку он стремится как-то вредить Богу, но навредить Богу он, естественно, не может, и таким образом он обращает свой взор на человека. Искушая первых людей, Адама и Евы, мы с вами знаем, к сожалению, наши прародители, поддавшись его искушению, нарушают Божественную заповедь. И это изменяет, кардинально изменяет их жизнь. И вот мы с вами знаем, что произошло грехопадение человека, и в дальнейшем, о чем у нас свидетельств священные Писания, многие ангелы являлись людям и возвещали людям Божественную волю. Конечно, мы знаем несколько таких свидетельств, которые у нас у всех на слуху, правильно? Вот явление ангелов Тавии. Мы с вами знаем, что ангелы возвращают о рождении Иоанна Претечи, когда священник Захарий из Анонима в очереде совершал свое служение в Храме Божьем. И вот, собственно, там узнаем, что произойдет рождение Иоанна Претечи у бесплодных родителей. Мы с вами знаем, так что ангелы Божьи возвестили при чистой Божьей Матери. Ангел Гавриил является при чистой Божьей Матери и возвещает ей о том, что она среди всех дев и жен избрана стать Матерью Божьей. Для нее, конечно, это было удивление, как это все будет. Но события в Благовещении мы с вами, православные христиане, конечно же, все знаем, и это у нас с вами на слуху. Мы с вами знаем, что ангелы Божьи являлись и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Таким образом, они исполняют волю Божию. Также в Ветхом Завете мы с вами знаем такое явление в виде ангела самого Бога, когда Бог посетил праца Авраама, и там Авраам встречал Бога, и потом он получил обетование, что у него родится сын, и от этого сына, мы с вами знаем, родился целый народ, народ израильский, целью которого было, чтобы через него в мир пришел Христос. То есть, вот, бытие ангелов, их служение, это такое служение Богу, исполнение Его Божественной воли и помощь людям. Мы с вами, да. Вот, отец Павел, я прошу прощения, что перевел. Вот как раз-таки хотелось бы подробнее остановиться на служении ангельском, потому что хочется все-таки понять, чем на самом деле занимаются ангелы. Если человеком все понятно, человек, да, вот родился, учится, трудится, спасается, а чем занимаются ангелы в мире горня, потому что там же, ну, получается, нет тех вещей, которые мы имеем в материальном мире, чем они там занимаются, и для чего вообще Бог их создал? Здесь можно обратиться к нашему святоэтическому наследию и поговорить немножечко кратко о молитве. Мы с вами знаем три вида молитвы. Молитва просительная, когда человек что-то у Бога просит. Вот, молитва благодарственная, когда человек благодарит за то, что он получил или не получил просимое. Ну, то есть, когда Господь порой нас сохраняет даже в наших желаниях. И третий вид молитвы, молитва ангельской, да, молитва хваления. То есть, когда человек, подобно святым ангелам, восхваляет Творца всего, сущего, всего видимого и невидимого. Таким образом, самая главная роль ангелов восхваляет Творца. Но здесь мы с вами должны, о чем еще больше так поговорить, на что обратить внимание, что прежде всего язычники понимают служение людей их божеству, как то, что божество этим подпитывается. То, что для божества это важно и нужно. Но наше же отношение служения к Богу, это не в том, что Бог нуждается в нашем служении. А мы с вами, Его творение, Его высшее творение венец, создание всего человечества, мы с вами восхваляем Творца и восхваляем Его для того, чтобы добровольно выбрать это восхваление. Мы с вами знаем, что Господь, Он не принуждает нас к этому. Мы должны это избирать добровольно. И для этого для нас с вами есть пример ангельской молитвы. «Свят, свят, свят Господь, слава Ов, и слава неба, и небо, и земля, слава Твоя». То есть вот таким образом восхваляют святые ангелы Бога. Для нас, для христиан, это является прям таким высшим примером. Ну, прежде всего, это служение и восхваление Богу, если более кратко отвечать на этот вопрос. И, соответственно, нести волю Божию для людей, помогать людям. Мы с вами знаем, что есть такие ангел-хранители, которые представлены каждому человеку. Ну, тут, конечно, мы с вами затрагиваем такое поле богословских мнений. Есть такое богословское мнение, что ангел-хранитель есть у каждого человека. Есть богословское мнение, что только при крещении дается, так сказать, ангел-хранитель. Вот. Есть учение о том, что ангелы Божии есть хранители городов, хранители определенных местностей, то есть к которым тоже они приставлены. Ну, и сами по себе, возвращаясь к ангелам-хранителям, ангел-хранители — это наши лучшие друзья перед Богом, которые о нас ходатайствуют. Но тоже о ходатайствии нужно будет немножечко уточнить, потому что в полной мере у нас с вами только один ходатай — Иисус Христос. Только через него мы наследуем Царствие Божие. Но они, как наши старшие братья и сестры, они заботятся о нас. Ну, конечно же, мы с вами должны понимать, что ангелы Божии, они, прежде всего, бестелесные, они не имеют плоти, и, соответственно, у них нет как такового понятия пола. Ну, давайте обратимся к Священному Писанию. Как раз вот здесь есть указание. Вот даже в Евангелии от Матфея есть такая цитата. «Ибо в воскресенье не женится, не выходит замуж, но пребывает, как ангелы Божии, на небесах». То есть косвенно здесь говорится о жизни человека уже в Царстве Божии, когда там не женится, не посягается, подобно святым ангелам. И вот как раз это нам так указывает о том, что ангелы Божии не вступают в какие-то отношения, не живут так, подобно, как мы с вами люди. Конечно же, мы с вами знаем, что ангелы Божии, они сотворены Богом в самом начале всего творения, и их количество, оно ограничено, то есть не вот бесконечное количество, множество. Но по количеству ангелов в Священном Писании нам свидетельствует о том, что их тьма тьмы тем. То есть тьма великой тьмы – это множество, великое множество. То есть их число ограничено, но их столько же очень много. Отец Павел, еще хотелось бы узнать, почему у разных ангелов есть различные наименования. Есть ангел, есть архангел, есть архистратик. То есть есть некая иерархия ангелов. Вот хотелось бы о ней поподробнее узнать, и вообще для чего она была осознана. Зачем так усложняет? Или, может быть, не усложняет? Может быть, в этом есть особый промысел, премудрость Божия? Замысел Божий мы с вами, Отец Назарий, никогда не узнаем, потому что Господь он полностью не познаваем, и все находится в его божественной деснице. Но если обратиться к святатологическому наследию, которое дам Дионисия Арипагита, то мы с вами знаем, что ангельский мир, он разделен определенной иерархией, то есть последовательностью определенных чинов. И вот самый высший чин, всего их получается 9 чинов, 3 по 3, 3 самых, получается, высших, средних и низших чинов ангелов. Самый первый чин ангелов – это Серафимы, Херувимы и Престолы. Это высшие, в поймите. Да, это самые высшие чины ангелов. Мы с вами знаем, что храмы православные, они расписываются, и в наших православных храмах изображаются тоже святые ангелы. И понятно, что в полной мере, как выглядит ангел, мы с вами не можем располагать и предполагать, как он выглядит, но иконографически принято изображать ангелов с крыльями, как скорость исполнения воли Божьей. И вот святые Серафимы, которые переводятся пламенные, они изображаются в виде шестикрылых ангелов, которые два крыла сверху, два крыла в середине и два крыла снизу. Также Херувимы, они в некотором плане порой изображаются в виде юношей, что же с четырьмя бывают крылами, с шести крылами. И последний из этого чина – это престолы, которые изображаются в виде таких обручей, колес, окруженными крыльями. То есть на престолах выседает Господь. Конечно же, мы с вами можем говорить о том, что ангелы, они ограничены. То есть ангел не может в двух местах быть здесь и там, в отличие от Бога. Господь, Он везде сущий, везде присутствует. Да, и, конечно же, есть места особого присутствия. Благодарите Божий Господь. Это мы с вами знаем, святые храмы, где Господь незавимым присутствует. Но вот ангел, он не может одновременно пребывать в двух местах. Поэтому у него по отношению к Богу есть какие-то определенные ограничения. В двух местах он не может быть. И вот, конечно же, Господь может выседать не на ангелов, но вот престолы – это такое служение ангельское, придерживать Бога не в том, что Бог в этом нуждается, а в том, что они створены для вот такого служения. Ну и второй лик святых ангелов, средний лик – это уже у нас с вами идут господство, силы и власти. Здесь мы с вами знаем, это уже по отношению больше такое промежуточное к людям. То есть вот они, власти, они умудряют людей, правителей, как управлять там государством, страной. Вот силы, они больше влияют на военачальников, воинство, как им сподвигать свои действия. И вот у этого, у низшего чина из этой иерархии средней, у власти есть особое такое призвание для борьбы с нечистыми духами, с бесами, с дьяволом и его воинством. И третий лик ангелов, низший лик – это у нас с вами начало, архангела и ангела. И вот начальство, они повелевают законами Вселенной, архангелы они учат, направляют людей, и святые ангелы, они просто являются служебными ангелами. Ну и, конечно же, мы с вами знаем, что из числа ангелов есть ангелы-хранители. Ну, конечно же, говорить, что только лишь из обычных ангелов является ангел-хранитель, мы тоже это утверждать не можем. Есть такое предположение, что у некоторых даже святых людей святыми ангелами-хранителями были святые архангелы. Ну, здесь начали говорить про архангелов, мы должны прежде всего упомянуть то, что порой понятие слова «архангел», оно обращается не только, так сказать, вот ко второму чину из третьего лика, но вообще такое именно рицательное. И архангелы, то есть те ангелы, которые являются высшими ангелами. И вот из числа архангелов тоже были у многих святых людей святые архангелы, ангелы-хранители. Отец Павел, вот вы до этого упомянули о падении Деницы, который тоже был ангелом, и он же не один отпал от Бога, то есть он увлек за собой еще часть ангелов. И вот хотелось бы тоже понять, как в мире духовном взаимодействуют между собой, то есть есть ангелы и есть еще падшие ангелы, которых мы называем бесами. Как они взаимодействуют с человеком в мире духовном? Ну, конечно же, мы с вами, когда говорим о грехопадении, когда мы говорим еще до грехопадения о падении ангелов, мы с вами знаем, что архистротик Божий Михаил, вот этих возгордившихся ангелов, то есть Деницу, а в голове с ним, так сказать, под его начаством развертились и часть других ангелов, отпали они от Бога. И вот он из небесного пристанища, где пребывают святые ангелы, где они находятся в присутствии Бога и Божия, он изгоняет тех ангелов, которые отпали. И таким образом мы с вами знаем, что мир ангельский, он раскололся на ангелов верных Богу и на ангелов падших, которые отпали от Бога, которые устремились в преисподнюю и цели своих жизней. Но, конечно, о жизни мы можем говорить касаемо человека, животного, да, то есть существа такого телесного, то есть когда он начинает свою жизнь, когда он завершает свою жизнь. А вот говоря об ангелах, наверное, корректнее больше говорить о их существовании, о их бытии. Вот и смыслом своего существования, бытия, они поставили противление Богу. И кому они могут противиться? Богу они, конечно, могут противиться, могут там, но они не могут ничего Богу сделать, и поэтому они обращают свой взор на людей. И в духовном мире мы с вами знаем, что мир есть видимый, который мы с вами являемся частью, мы, кстати, являемся частью мира такого, и видимого, и невидимого, потому что человек стоит из тела души и духа, да, сферы телесного существования. Существование – это вот мы можем там друг друга понюхать, потрогать, там как-то вот воспринять друг друга нашими органами чувств. Мир же духовный, он не подвластен нашему телу. И вот в мире духовном пребывают и ангелы, и, к сожалению, в нашем бытии, где мы находимся, пребывают и бесы. Конечно же, есть такое народное представление, но это народное представление, и это не очень и церковь, что там по правую плечу пребывает ангел Божий, по левому плечу демон пребывает. Но это больше народное представление. На самом же деле мы с вами, как поучение церкви, считаем, что ангел Божий, прежде всего ангел-хранитель, он наставляет на всякое благое, а бесы нам, так скажем так, подкладывают искушение. Искушение – это такая, скажем так, духовная реклама совершить грех. То есть когда человек чувствует помысел, и помысел в нем начинает развиваться, да, и этот помысел приводит к усложнению сначала грехом, когда человек начинает размышлять об этом грехе, видит его, и как бы вот этот грех, он становится для него сладким. И вот потом, то есть задача демона – представить вот этот грех вот в таком образе, да, в таком приятном образе, и, соответственно, чтобы человек, ну, так скажем, все свои силы души потратил, для того, чтобы приблизиться к свету и к Богу, а для того, чтобы совершить этот грех. И потом уже демона, они вселяют в человека то чувство того, что вот, ну, ты грешник, смысл там изменять свою жизнь нет никакой, ну, дальше грехши, вот. Все для тебя потеряно. На самом деле мы, православные христиане, знаем, и учение церкви, и сфотографический опыт нам показывают, потому что человек всегда открыт для покаяния. И как раз ангел-хранительный помогает в этом благом деле. Отец Павел, а насколько для христианина христианина вообще полезно искать общение с ангелами. То есть общение, я подразумеваю, именно видение. Что вот мне хочется увидеть ангела, я вот хочу с ним поговорить. То есть сейчас речь идет не о молитве, потому что у нас есть, да, целый канон, например, ангел-хранитель, который мы перед причастием читаем. А вот именно о том, что вот человек желает каких-то видений. Он хочет пообщаться там с ангелами. Или когда человек расскажет, я там с ангелами общаюсь каждый день, вот они у меня, значит, наставляют. Как наша святоотеческая традиция к этому относится? Ну, наша святоотеческая традиция относится к этому, ко всему. Ну, здесь нужно разграничить явное явление, да, или сонное какое-то видение. Вообще отношение ко снам, наша православная традиция, это к тому, что было и было. Поскольку святые отцы нас предостерегают, что во снах к человеку может происходить и искушение. И даже демоны, получается, бесы, могут обращаться в видение ангелов света и таким образом искушать людей. Вот. Поэтому по отношению к сонному видению мы должны всегда относиться, ну, было и было. Вот. И не придавать этому какое-то особое значение, что вот, да, действительно, вот мне приснился ангел, он мне сказал, вот сделает то-то, то-то. Хотя в Писании мы видим, что ангел во сне Иосифу являлся и говорил остаться с Мариам или бежать в Египет. Ну, действительно, это есть. Но, опять же, какой момент? Кто мы, а кто Иосиф, да? То есть, если мы говорим о человеке, который умудрен опытом духовным, он живет в благочестивой жизни, хотя и святым подвижникам посылали все искушение, да? Вот. И, опять же, и святые люди тоже не всегда доверяли сразу, там, каким-то видением и так далее. Они проверяли это все, молились, и Господь духовно им открывал на это все их духовные очи, и они по-другому на все это смотрели потом. Но, опять, кто я такой, чтобы мне тут явился херувим, даже, неважно, в сонном видении, в явном видении, сказал, так, делай так. Кто я такой, чтобы у меня такое было явление? Тут вопрос, мне кажется, затрагиваем, такой вопрос человеческой гордыни, да, когда человек начинает себя считать праведником, когда человек себя считает великим таким человеком, жизнь которого, так сказать, сопряжена, вот ему должен явиться херувим, и вот ему волю Божию обязательно возвестить. На самом деле же мы с вами знаем, что Господь чаще всего в мире действует в сокрытии своего божественного лика, да? Ну, каким образом? Даже чудеса, которые Господь совершает, тайны этих всех чудес, в Евангелии мы находим, что он раскрывает своим ученикам, он объясняет, что там, почему это было совершено. А так Господь, он чаще всего действует, ну, конечно, через ангелов действует, но и действует порой даже через других людей, через сокрытие своего божественного лика. Просто если бы Господь посылал там ангелы, и для нас это было сверхъестественно, такой нашей повседневностью, то мы были бы заложниками чудес. Мы бы не могли добровольно возлюбить Бога, добровольно стремиться к Нему. Ну, это, как я не знаю, вот как люди смотрят на фокусника, да, и фокусник нам показывает разные чудеса, и вот они вот этим все раздражены в благом смысле этого понимания, то, что вот именно все это нравится, как это все красиво, как это все шикарно, и вот они становятся заложников его мастерства, и за ним, так сказать, увлекаются. То есть Бог здесь не фокусник, и поэтому чаще всего у нас с вами нет таких вот явлений, поскольку человек все-таки, он должен добровольно выбрать Бога, и добровольно его возлюбить, добровольно стремиться к Нему. Вспоминается вот на эту тему тоже пример из жизни святителя Игнатия Бринчанинова, когда к нему приехал афонский монах, который рассказывал о том, что он достиг святости, что переживает различные видения ангелов, и святитель Игнатий Бринчанов, будучи человеком мудрым, говорит, чтобы его поселили на втором этаже гостиницы. Ну, странная просьба, но, скажем так, его выполнили. И уже после ночи на следующий день этот монах приходит к святителю Игнатию и благодарит его. Он говорит, за что ты меня благодаришь? Он говорит, что вот мне ночью было видение, ко мне явился ангел и сказал, что он готов меня забрать с собой на небеса, мне только нужно выйти в окно. Я поверил, шагнул в окно и упал. Благо я был на втором этаже, поэтому не разбился. Я понял, осознал свое заблуждение и хочу принести глубокое покаяние. Такая вот поучительная история от святителя Игнатия Бринчанова о том, когда человек начинает желать каких-то видений и тем более им доверять. Мы все-таки православные христиане стараемся всегда проверять. Есть такой замечательный совет от профессора Осипова. Не принимай, но и не отвергай. Спасибо, отец Павел, за интересную беседу. Дорогие друзья, я напоминаю, что свои вопросы вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте телеканала «Самарагиз» в разделе передачи «Просто о вере». С вами мы прощаемся. Ангелы всем хранителя, с Богом! Редактор субтитров А.Семкин